Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Револьвер». Я ее ведущий Сергей Хистанов. Сегодня у нас в гостях Елена Черкова, доцент высшей школы экономики. Елена пять лет проработала в «Тройке диалог», пять лет в известной аудиторской фирме из «Большой четверки» в «Делойте» и два года в представительстве инвестиционного банка «Ротшильдов». Автор нескольких книг, те люди, кто интересуются рынком, наверняка читали и пользуются такой книгой, как оценить бизнес по аналогии. На мой взгляд, это лучшая книга на русском языке о оценке компаний. Вот, кстати, огромное достоинство книги в том, что написано русскими для русских с одной стороны, а с другой стороны книга небольшая по объему, но в то же время, в отличие от некоторых других, не скатывающаяся в профанацию, в освещение вопроса. Спасибо. Вот, соответственно, поговорим сегодня с Еленой о следующем вопросе. Девальвация с начала года достигла 7% по доллару, да. И по евро, и по доллару поставлены исторические рекорды, что беспокоит многих россиян, поскольку у всех четкое ощущение, что чем соответствует рост доллара, однозначно говорит о том, что в экономике назревают проблемы. Сегодня на валютном рынке некоторый откат, рубль отыграл часть своего падения, но рано или поздно, рано или поздно, свистопляска на валютном рынке утихнет, и перед людьми возникнет вопрос, а во что, собственно говоря, вкладывать деньги? Потому что уйти просто в валюту, на некоторое время неплохое решение. Когда действительно в экономике происходит катаклизм, это логично. Но понятно, что просто хранить деньги в виде валюты, это не самое рациональное решение. И вот сегодня мы с Еленой поговорим о том, какие существуют варианты. Естественно, начнем рассмотрение с акций, но уделим большее внимание не российским акциям, потому что о российских акциях говорят многие, о рынках акций разных стран, в том числе стран с валютой, отличной от рубля. То есть речь пойдет не о Казахстане там, а именно о зарубежных рынках. Соответственно, Елена, вам слово. Давайте обсудим эту тему. Добрый день, добрый вечер точнее. Здравствуйте. Я хотела, в общем-то, отнестись к тому, что вы сказали, к тому, что уход в валюту — это временное решение. Я недавно только видела новости по одному деловому каналу, где было сказано, что если вы храните 100 тысяч евро, то вы за январь-февраль заработали 300 тысяч рублей. Но на самом деле мне это кажется смешным, потому что действительно, если вы храните в евро, вы мыслите в евро, вам нужна евровая доходность, а совершенно не рублевая, да? Ну, на обывательском уровне, в общем-то, вполне нормальное решение с точки зрения простого человека, да. Простого человека, который меряет рублях. Которого завалялось в кубышке 100 тысяч евро. Да, я хотела сказать, что в мире признано, что единственным финансовым инструментом, по-крупному не берем какие-то экзотические инструменты, но если мы сравниваем три облигации, акции и недвижимость, единственным инструментом, который страхует от инфляции и дает относительно неплохую доходность в реальном выражении, то есть в реальном выражении, это после инфляции являются акции. То есть недвижимость в целом по миру, она в лучшем случае покрывает инфляцию, спасает от инфляции, может быть, дает 1%, чтобы она давала больше, это нужно оказаться в правильном месте, как говорят, в нужное время. Да, и даже, скажем, Манхеттен нашумевший, который все знают, и деловой центр, он не является таким правильным местом, и было посчитано, это классический пример, что если бы мы инвестировали под 8% те деньги, которые можно было выручить за бусы, на которые у индейцев купили Манхеттен, то сумма сейчас, она во много-много раз превышала бы всю стоимость земли на Манхеттене и всей недвижимости. Вот случай с Манхеттеном, когда который был куплен у индейцев, там, за бусы небольшой стоимости, активно муссировался советской пропагандой. Вот те, кто учились в те времена, помнят, как вот отечественная историография говорила, что вот как вот злобные колонисты у бедненьких индейцев, соответственно, вот Манхеттен-то купили. А вот я не помню. А я помню, что-то. Я в те времена училась, но не помню. Да, если говорить об облигациях, очень коротко, в общем, они в лучшем случае страхуют от инфляции, во всяком случае, до американского рынка, и только акции, они приносят реальную доходность, высокую. Если мерить на длительных интервалах, и эта доходность, есть очень много исследований, на очень длинных интервалах, с 1870 года, как минимум, для штатов. И для американского рынка она составляет около 9% в год в номинальном выражении. И поскольку на очень длинном интервале в Штатах очень низкая инфляция официальная, она порядка 2% с небольшим процентом, то это где-то дает 6,5% в реальном выражении. Это очень много. Естественно, у ученых, у инвесторов возникает вопрос, а много это или нет? Кажется, что много. Этот вопрос крайне важен, потому что он, по сути дела, тавтологичен другому вопросу. А можем мы экстраполировать эту доходность? Да, потому что если много, то не можем, а если не очень много, то можем. Ну, вопрос на самом деле дискуссионный и достаточно философский. То есть, действительно, в какой мере, вот если шире его поставить, в какой мере прошлые успехи можно экстраполировать на будущее? Но в отношении акций есть небольшая доля оптимизма, как ни странно. Дело в том, что если бы классические акции на длинных временных промежутках, ну, естественно, в стабильных странах, потому что отдельная песня — это нестабильность режимов, не будут давать доход выше реальной инфляции, неофициальной реальной инфляции, то это поставит под вопрос существования классического капитализма. Правильно? Поскольку классический капитализм при всех его недостатках все-таки это тот политический строй, где уровень жизни у людей, как правило, достаточно высокий, вот это наводит на мысль на то, что вот скорее всего, вот эта тенденция, а именно высокая, относительно высокая положительная доходность, там, на больших временных интервалах, скорее всего, в обозримом будущем, я уж не знаю, что там через столетие будет, да, но в обозримом будущем, скорее всего, вот этот вот оптимизм сохранится. Да, но есть еще масса аргументов в пользу того, что она сохранится, я, кстати, сторонник этой точки зрения, что она сохранится, я приведу главный. Главный аргумент заключается в том, что да, она гораздо выше, чем доходность облигаций, казалось бы, она должна понизиться, но на самом деле, чтобы заработать эту доходность, инвестор должен сидеть в акциях очень длительное время. Я все время, вот, наверное, раз пять повторила на длительном промежутке времени. Это практически ключевая фраза. Но тут есть лукавство. Как говорил, могу немножко исказить, поправьте, по-моему, лорд Кейнс говорит, в долгосрочной перспективе мы все покойники, да? Да, вот именно, именно по этой причине, что в долгосрочной перспективе, или как говорил мой бывший босс, когда я работала в Тройке Диалог, терпеть не могу проекты, срок окупаемости которых превышает ожидаемый срок моей жизни. И действительно, если мы посмотрим, даже очень большая турпулентность, она характерна даже для американского рынка акции. Ну, старый классический пример, если вы вложились в кризис на пике пузыря 29-го года и потом попали, сидели в акциях во время Великой депрессии, то вы тогда получили ту же стоимость своих акций, если это рынок в среднем. Рынок достиг того же уровня, что в 29-м году, в 53-м году, это было номинальное выражение, а в реальном он еще в 53-м году составлял только две трети. Очень, кстати, драматичный пример, я тоже любитель истории, и вот этот пример ярко иллюстрирует, что бывает, если вложиться на пике рынка. Потому что перед Великой депрессией фондовый рынок продемонстрировал недюжинный рост, очень динамичный, гораздо быстрее, чем он рос до этого. И, соответственно, те, кто умудрился сформировать портфель наверху, они ждали почти 25 лет. Да. И я хотела бы сказать, что есть и свежие примеры. Например, 73-й год, это пик фондового рынка в Штатах, и начинается затяжной кризис. Очень много причин. Это война во Вьетнаме, которая началась, конечно, гораздо раньше, как мы помним, но все ожидали, что она закончится, она не заканчивалась и не заканчивалась, и последствия ее экономические, в том числе, были ужасные. Плюс Отергейт, плюс нефтяной кризис 73-го года, который вызвал еще двухзначную инфляцию на протяжении, это очень много для американского рынка, на протяжении десятка лет. И, соответственно, что мы имели? Мы имеем, что к 82-му году индекс Dow Jones в реальном выражении потерял в два раза, потому что он был на уровне 66-го года. Соответственно, потеря с 66-го года в два раза на очень длинном интервале. И только потом начал отыгрывать. Вот американский рынок от нас далеко. Приведу примеры собственного опыта и рынка российского более ближней перспективы. Да, вот сейчас уже прошло много лет, поэтому могу легко над самим собой шутить. Но я сам имел неосторожность в 97-м году сформировать довольно большой инвестиционный портфель. Вовремя его не сократил. И, соответственно, почти пять лет сам себе на ночь читал своеобразную молитву. Рынок 300 лет растет и так далее. Сейчас, поскольку это все закончилось хэппи-эндом, я дождался роста, довольно нормально заработал, но психологически вот ситуация, когда инвестор вложился в акции, а акции падают, создают сильнейшее психологическое давление. В этих условиях многие люди не выдерживают и продают свои вложения. Причем по закону подлости многие продают тогда, когда рынок как раз не очень далек от пресловутого дна-да. И потом с тоской наблюдают, как то, что они дешево продали, выросло там в два, в три, по некоторым бумагам даже в 10 раз. Поэтому действительно такое бывает и один из секретов успешного долгосрочного инвестирования на любом рынке заключается в том, что хотя уловить самый пик и самое дно рынка довольно тяжело, вот там есть определенные факторы, но вот самую верхушку, самое дно, конечно, тяжело поймать. Но если хотя бы не сформировать свой портфель на вершине, то в принципе долгосрочное инвестирование неплохая идея. Да, и вот чтобы закончить мою мысль, мы действительно должны там иметь горизонт лет 10 или лучше 20, а инвестировать, по крайней мере, в штатах начинают люди в зрелом возрасте в акции, потому что мало таких, кто играет на последнее, не имея квартиры, не имея дома, то есть это, как правило, люди в зрелом возрасте, которые понимают, что инвестируют для того, чтобы хорошо жить на пенсии, и когда они становятся пенсионерами, они начинают деньги вынимать, и у них нет этого горизонта. И вот многие ученые объясняют вот этим конфликтом, тем, что нужно иметь длинный горизонт, но как правило у инвесторов его нет, и вот эту высокую доходность, и это позволяет нам думать, что она на самом деле сохранится в будущем. Орен Баффет говорил, у него есть, кстати, гениальная фраза насчет истории тоже, что если бы история влияла, да, то самыми богатыми людьми были бы библиотекари. Это, пожалуй, единственное, в чем я с ним не согласна, она, конечно, не так влияет сильно, но хорошо ее знать и извлекать уроки. Баффет, уважаемый человек, но к вопросу о том, что многие начинают инвестировать только в зрелом возрасте, вот забавно, ну, один мой знакомый, который там с 70-х годов живет в США, уехав туда в свое время по еврейской линии, рассказывает, что традиционно на 13-летние, когда вот праздник такой бывает, как раз вот у евреев принято дарить пакеты акций и, судя по всему, это неспроста. Баффет тоже дарил пакеты акций своей дочери, которая продала, купила машинку, а потом они выросли в 10 раз, и она очень жалела и он так, в общем, и не приучил их держать эти акции долго. Ну, дети вообще, к сожалению, не часто за им идут по стопам своих родителей, единичные случаи можно привести, когда бы ребенок во многом там наследовал не только там способности общие, но и род занятий своего родителя. Ну, я думаю, что важные аргументы в пользу того, что эта акция я привела. Теперь следующий вопрос, который у нас возникает, это какие акции? Я бы сразу сказала, что это не Россия, а есть масса общих и частных причин, но частная причина можно очень коротко сослаться на того же Баффета, который у нас одно время муссировали слухи, что он будет вкладываться в ММВБ, когда она станет публичной. Меня всегда это удивляло, потому что за пару лет до этого он написал до первичного размещения в ММВБ, он писал в годовом отчете, что я никогда не вкладываю страны, которыми, где у власти клиптократы. То есть, в принципе, это причина, чтобы не инвестировать в Россию, но есть и более общая причина, то есть, если мы даже не будем выделять Россию, а просто классифицируем нашу страну как развивающийся фондовый рынок, то известно также из западных исследований, что развивающиеся фондовые рынки в среднем на длинном интервале не дают хороших результатов. Они могут давать блестящие результаты, опять нужно оказаться в правильном месте, в правильное время. Я могу привести пример выдающихся результатов. Это филипинский рынок в середине 90-х, который вырос в 14 раз, или рынок Перу в начале 90-х, который вырос в 8 раз. Но если вы посмотрите и на негативные прецеденты, то их наберется великое множество. В Перу тот же фондовый рынок закрывался два раза, в 50-х и в 70-х годах. И причем вот эти коллапсы рынков, их закрытие, их закрытие людьми, которые пришли к власти, которые ничего в этом не понимают, или их умирание, потому что никому неинтересно инвестирование, это очень частые прецеденты. Или война случилась. Ну, например, Сальвадоли Альенда закрывал фондовый рынок, и его спас Пиночет. И причем рынок это предсказал, то есть он очень сильно падал к моменту прихода власти Альенда. Как я сказала, в Перу он закрывался дважды, причем не было ни войны, и даже не было прихода к власти социалистов, был приход к власти просто некомпетентных правительств. А в Ливане это была война, это был процветающий фондовый рынок, старейшая биржа, это война 80-х годов, Кувейт, когда на него напал Ирак, то есть таких примеров на самом деле масса. И можно сказать, что такие страны, например, как Колумбия, Ургвай, Венесуэла, Мексика, Малайзия, они числились среди перспективных рынков в 20-е годы 20-го века, и сейчас они либо там же, либо хуже, то есть Венесуэла уже не числится таковым. И все эти рынки дали инвесторам на длинном интервале очень длинную доходность, очень низкую доходность, в основном нулевую, то есть нулевую или минус. И ученые выявили такой общий принцип, исследовав доходность почти всех рынков, которые вообще существовали когда-либо на Земле, то есть начиная с 19-го века, и у них получилось, что нормальную доходность дает только один тип рынка. Это страна, в которой не было войны, в которой не было гражданской войны, в которой не велись военные действия третьими странами, которая не была никогда оккупирована, в которой никогда не было гиперинфляции, и в которой не было прихода к власти некомпетентных правительств. Все правительства социалистической ориентации в общем относятся к некомпетентным. И в частности, действительно, В 60-е годы 20 века рынок Египта, фондовый рынок был очень развит. Каирская биржа, которая до этого слилась с Александрийской, была одна из крупнейших бирж в мире. Она была четвертой по капитализации. Сейчас выглядит достаточно фантастически. Я когда прочитала, я искала всякие подтверждения. Трудно поверить, но это из очень серьезных источников. Она была четвертой в мире. Англичане оставили Египту очень развитый фондовый рынок и биржу, и Насар его закрыл. Относительно Насара, просто сам сейчас, может быть, не все наши слушатели помнят эту политическую фигуру. Это был очень неординарный человек, принимавший в чем-то волюнтаристические решения. И о нем поэты шестидесятники отставили шикарную эпиграмму, благодаря которой многие его помнят. Лежит на пляже кверху Пузом, полуфашист, полуэсер, герой Советского Союза, Абдель Гамаль на всех Насарда. Это сказала не я. Это эпиграмма Валентина Гафта, а Владимир Высоцкий даже сочинил песню о этом событии, потому что у нас был такой период сильной дружбы с Египтом, и Насар получил орден Героя Советского Союза, что вызвало возмущение у многих орденоносцев. И Владимир Высоцкий даже написал песню «Отберите орден у Насара, они подходят к ордену Насарда». Был такой зигзаг в нашей политике. Ну и последний развивающийся рынок, про который я хотела немножко сказать, это все-таки аргентинский. Он чем хорош этот пример, что аргентинский рынок был закрыт в 65-м году, как я сказала, первое, без причины. Просто очень плохое состояние экономики и гиперинфляция, и в результате никакого интереса к акциям. То есть я на самом деле не исключаю это для каждого рынка, что просто пропадает интерес к акциям вообще. А второе, Аргентина примечательна тем, что закрыт он был 10 лет. И потом, когда он открылся в 75-м году, на протяжении 20 лет там была огромная доходность, там было 27% долларового выражения ежегодно на протяжении 20 лет, которые не компенсировали то падение и умирание рынка в 65-м. И в итоге, если вы посмотрите со времени существования биржи, то в общем мы получили минус. Ну, как я понял из того, что вы нам сообщили, что с одной стороны развивающие рынки обладают большой перспективой, с другой на любом развивающемся рынке присутствует риск в основном политического характера. То есть либо военные действия, либо социалисты, либо некомпетентное правительство может привести к тому, что процветающий фондовый рынок, представляете, вот египетский рынок, четвертый в мире по оборотам. Да, даже процветающий, не говоря о украинском. Да, это фантастические цифры просто, да. Ну, риски политического характера, которые, надо сказать, ведут к экономической турбулентности. Соответственно, с точки зрения разумных инвестиций, необходимо подбирать рынки, где вот этот вид рисков, ну, как минимум, сведен к минимуму. Вот, соответственно, мы постепенно приближаемся к рекламе, соответственно, после рекламы мы продолжим разговор, уже более конкретно рассмотрим отдельные рынки. Я призываю слушателей звонить и задавать свои вопросы по телефону 65 10 99 и 6, код города 495, и мы с Еленой Щерковой постараемся на эти вопросы ответить. Соответственно, во второй части программы прозвучат более детальные рекомендации по отдельным рынкам, в том числе с оценкой их потенциала и с оценкой их доступности для инвесторов, ну, соответственно, находящихся в России. Вот, соответственно, мы уходим на рекламу. Еще раз призываю вас звонить и задавать свои вопросы. У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Глеб. Очень приятно, Глеб, слушаем вас. Да, спасибо за передачу. Скажите вот такой вопрос для, так сказать, обывателя. Вот мне 39 лет, я сейчас интересуюсь вот инвестициями, так сказать, как среднестатистический россиянин. Вот скажите, для начинающих людей, которые хотят заняться этим вопросом, что бы вы посоветовали, где найти информацию, как лучше это сделать, вот, самого-самого нуля? Да, если это, конечно, в рамках вашей передачи можно сделать. Ну, естественно, в рамках передачи я ограничусь общего характера рекомендациями, но, на мой взгляд, следует сделать следующее. Прежде всего, нужно получить определенные знания. Вот где это можно сделать? Технически, технически проще всего, если вы способны к самообразованию, то, ну, порекомендую конкретную книгу, ее очень легко найти в интернете, легко купить там в книжном магазине. Вот, книга будет ориентирована на российский рынок, но принципы там изложенные вполне применимы для любых рынков, да. Вот, написали ее два автора, с одним из них я хорошо знаком, с господином Твардовский. Авторы Твардовский и Паршиков, книга называется «Секреты биржевой торговли». Вот, на мой взгляд, вот, в настоящее время, из доступных на русском языке, это идеальная книга для начинающих. Прочитайте ее. Но, прочитав книгу, сразу же браться за инвестиции, это достаточно опрометчиво. Потому что забавно, вот, может быть, даже сейчас вы со мной не согласитесь, но в практических инвестициях там на фондовых рынках самое главное – психология. Вот, как ни странно. Нет, я согласен с вами. Не анализ там, не какие-то специальные знания, а именно психология. Потому что человек, который на свои деньги принимает решение о покупке и продаже акций, всегда находится между двух огней. С одной стороны, его обуревает жадность, желание заработать, причем жадность в хорошем смысле этого слова, да? Вот, с другой стороны, человек опасается получить убыток. И вот эта вот борьба жадности и страха, она достаточно сложна. Поэтому, прочитав книгу, самое правильное, ну, я из политкорректности не буду рекомендовать конкретных брокеров, но они все на слуху. Жаднее, да. Сходите на бесплатный семинар, который регулярно проводят почти все крупные российские брокеры, послушайте. Многие из них предлагают бесплатное обучение. Поучитесь. После чего, вот когда вы прочитали литературу, там, поучились, откройте минимальный счет. Ну, по секрету скажу, что есть брокеры, которые аж от 10 тысяч рублей позволяют открыть счет. Естественно, вы на 10 тысячах рублей золотые горы не заработаете. Но, я советую вам взять одну акцию, вот, знаете, как в том фильме «Тренируйся на кошечках», да? Вот, возьмите одну, аж одну акцию «Газпрома». Вот, какие бы вы безумства с ней не творили, вот, она стоит достаточно недорого, никакого материального ущерба вы не понесете. Но, вы на ней сможете потренироваться. И где-то месяца через 3-4, там, в зависимости от вашего трудолюбия, учебных торгов на этой настоящей акции, вы более-менее поймете, что вам нужно от рынка, приемлемо для вас это или не приемлемо. И если по прошедшей вот такого времени экспериментах… Умножьте свой убыток на 10 тысяч, и представьте, что будет, если вы вложите больше. Лена с сарказмом относится, тем не менее, если у вас хоть что-то положительное будет получаться, вот тогда постепенно можете увеличивать объем своей торговли. Инвестиции – это еще и довольно большой труд. Довольно большой труд, к сожалению, без труда не выловишь и рыбку из пруды. Большое спасибо. Еще раз повторите название книги, пожалуйста. Твардовский и Паршиков «Секреты биржевой торговли». Я хотела добавить как раз… Смелее, смелее. Я хотела добавить, что насчет страха и жадности убавь-то как раз есть тоже прекрасная фраза. Жадничайте, когда другие боятся, и бойтесь, когда другие жадничают. Эх, легко давать такие советы, да тяжело их воплощать на практике. Вспомню. Большое вам спасибо. Спасибо. Так, и у нас продолжается, соответственно, наступила вторая часть программы, и мы постепенно приближаемся к рассмотрению, как я, если я правильно понимаю, там, отдельных рынков. Да, я на самом деле все же два слова скажу про российский. Когда я говорила, что вот был звездный час и у филиппинского рынка, и у Перу, и у Чили, и у Ямайки, у России тоже был такой звездный час, потому что если вы посмотрите с осени 95-го года, мы меряем с осени 95-го года, потому что заработала биржа РТС, и можно мерить доходность, да. То она там, да, составила без учета дивидендов процентов 16 годовых в валютном выражении, плюс дивиденды еще дают там около процента, да. То есть на самом деле мы на очень длинном интервале, на очень длинном интервале имели доходность около 17% годовых. Это много. Вопрос в том, что, то есть, наш звездный час уже был, вот, как бы, будет ли он продолжаться, на мой взгляд, нет, да. И если мы теперь переходим к тому, какие рынки хороши, да, и давайте скажем еще немножко про Россию, что наш рынок действительно развивающийся и не очень развитый. То есть мы очень часто слышим аббревиатуру BRIC или BRICS, то есть это страны, такие страны, как Бразилия, Индия, Китай, потом к ним добавили Южную Африку. И вот если, например, мы сравним Россию с этими странами, по развитости нашего фондового рынка есть разные показатели, это мерит, например, количество публичных компаний на миллион населения. А можно посмотреть там на количество публичных компаний на единицу ВВП, на доллар внутреннего валового продукта. Так вот, Россия будет, у Бразилии их будет в 2,8 раз больше публичных компаний на бирже, у Южной Африки в 14, у Китая в 4, у Вьетнама даже в 17 и у Индии в 17 раз. И проблемы... Ну вот я бы, извиняюсь, что перебил, да, я хотел бы просто, я как человек застал рост российского рынка, вот практически с самого начала на нем присутствую. И одна из причин, причем простая, банальная, вот таких звездных результатов российского рынка заключается в том, что молодые деревья всегда быстрее растут. Когда рынок создается практически с нуля, ну понятно, что проводить параллели с дореволюционным, там до 17 года рынком, совершенно неправильно, между ними лежит пропасть. Правильно, правильно, неправильно было бы, если бы наш далеко ушел вперед, но мы можем сказать, что он никуда не ушел, что количество компаний, котируемых в России, сейчас около 230, но из них большая часть не ликвиды. А в 1995 году, я знаю, на Санкт-Петербургской бирже котировалось, потому что я занималась, это тоже был финансовый пузырь, я занималась этой эпохой, котировалось 165 компаний. Поэтому в негативном смысле правильно. Причины понятны. К сожалению, большинство компаний, которые у нас публично котируются, это не вновь созданные компании, что на Западе как, придумывают бизнесмены идею, то, соответственно, компания развивается, на определенном этапе делается IPO, привлекается капитал и пошло развитие дальше. Это в любом учебнике по экономике написано. А в российских условиях большинство публичных компаний, это фактически оформленные в публичном виде компании, которые созданы в Советском Союзе иногда на заре индустриализации. Иногда на заре индустриализации, там, 30-х годов. И вот то, что рынок неглубокий, то, что компаний мало, создает для рынка проблему, потому что, когда такой рынок входит в моду, акции могут очень быстро расти, что и происходило на российском рынке. А когда он выходит из моды, они будут так же быстро падать. И опять мы имеем пример российского рынка, когда у нас в кризис 98-го года акции упали в цене в 15 раз долларом в выражении, в 2008 году у нас там было падение больше, чем в 4, почти в 5 раз. Почти в 5 раз, да. И вот тот же пример вьетнамского рынка. Вьетнам вошел в моду, очень быстро вошел в моду, на самом деле страна цветущего лотоса обзавелась фондовым рынком только в 2000 году. И в 2005 скромный был результат у рынка, 200 пунктов составил индекс Хашиминской биржи, и в 207 году он там на определенных новостях взмыл до 1171 пункта. То есть там почти в 6 раз случился азиатский кризис 2008 года, и все рухнуло. Но вы понимаете, что у нас сейчас количество ценных бумаг, которые обращаются, они, в общем, по количеству сопоставимы с тем, что обращаются на Хашиминской биржи. Примерно такая динамика была и у российского рынка во время кризиса 1997-1998 годов. Я это тоже, к сожалению, на своей шкуре испытал. Заработал первые седые волосы в 1998 году, что для тех лет мне еще рановато было, да. Поэтому действительно, когда рынок не очень большой, приход инвесторов, особенно внешних инвесторов, приводит к тому, что цены взлетают, и получается шикарнейшая доходность. Но малейший испуг инвесторов приводит к тому, что они выводят капиталы, емкость рынка мала, и цены рушатся, просто разбивая надежды инвесторов. И мысль моя состоит в том, что даже если у России будет второй звездный час, в чем я не уверена, это тоже опасно инвестировать даже в ожидание этого звездного часа, потому что можно не успеть выйти, поскольку, скорее всего, он обернется третьим коллапсом. А вот что касается выхода, тоже добавлю от себя, забавно, но при любых инвестициях, кстати, неважно, это касается фондового рынка, недвижимости, производственных активов, забавно, но выход гораздо важнее входа, выход гораздо важнее входа, поэтому парадокс, но большинство даже учебников всегда пишут о том, как входить в рынок, вот целые тома написано, да, вот, а о том, как выходить, либо вообще умалчивают, кстати, не знаю, обратили вы внимание на этот феномен или нет, да, либо вскользь-вскользь, а в то же время вход-выход два, выход в разы важнее, чем вход. Вот, просто не выйдя вовремя лично в 97-98 годах, пережив пятилетку сидения в активах, сейчас я с юмором об этом рассказываю, тогда мне совсем не до юмора было, и вот лишний раз практика подтверждает, что важно вовремя зайти в инвестицию, но еще важно из нее выйти. Ну да, но я на самом деле, вот вы задали вопрос, обратила я внимание или нет, о том, что в учебниках не пишут о том, когда выйти, я-то сторонник стоимосного инвестирования, то есть когда мы выбираем акции в зависимости от их ценностей и смотрим, в общем-то, чтобы они были не очень дорогими, а не пытаемся играть на колебаниях, то есть не спекулируем. И вот в теории стоимосного инвестирования как раз очень много говорится о том, когда выходить. И на самом деле основное, там много идеологов, они в чем-то сходятся, в чем-то их позиции различные, но в основном идеологи стоимосного инвестирования говорят такую вещь, в частности Баффет, что если вы правильно вложились, выбирали правильный рынок, правильную бумагу, то время выходить почти никогда. То есть можно так выбрать. Теоретически согласен. Я тоже знаю эту фразу Баффета, это известнейшая фраза, классика, можно сказать, да. Но человек не живет 300 лет, да. Как в Писании сказано, лет нашей жизни 70, да. Ну повезет немного больше, да. Баффет собирается жить после смерти, у него тоже есть фраза. Поэтому на практике, на практике большинство слушателей все-таки момент выхода, хотя бы частичного выхода, да, все-таки интересует. Поэтому да, стоимость хорошо, да, в идеале чем длиннее, тем лучше. Вот, ну, кстати говоря, если активы выбраны правильно, чем длительнее срок инвестиции, тем меньше значимость там случайных факторов, каких-то возмущений и так далее. Это понятно. Вот, кстати говоря, не только в инвестициях в АПС. Поэтому текущие колебаниями важны, да. Но вместе с тем все-таки хоть какие-то соображения по выходу сказать надо, потому что без этого вот, ну, картина не выглядит законченной, да. Ну, я бы, если говорить о выходе, то я бы говорила о том, что выходить нужно, когда акции кажутся сильно переоцененными. Но давайте тогда мы сейчас поговорим, во что мы собираемся вкладывать или предлагать там нашим слушателям, и тогда будет понятно, что такое сильно переоцененное. Я хотела сказать, да, поскольку мы уже начали разговор о географических рынках в стране, в основном разрезе, что есть рынки счастливчики. Вот те самые, те страны, на территории которых не было ни гражданской войны, и где власти не приходили некомпетентные правительства, на самом деле они известны поименно. Доходность, были огромные исследования на Западе, и просчитаны все рынки, и это очень сложная методология, то есть с учетом закрытия всех этих бирж, и с учетом того, что когда он открывается, это немножко не те акции, и они были ранжированы по доходности за 100 лет, 20 век. И на первом месте Швеция. Все думают, что США, что США просто самый распиаренный рынок. На первом месте Швеция, и мерили по реальной доходности с учетом инфляции. Швеция дала 8,2% в реальном выражении на протяжении 20 века при инфляции 3,7%, но это без учета инфляции. Это сложные проценты? Да, да, годовых. То есть это как в свое время говорил Натан Мейер Ротшильд, я не знаю насчет 7 чудес света, но 8 чудо света это сложные проценты. Если их много, если это 1%. 82% на протяжении 100 века сложными процентами, это, конечно, очень большая цифра. Вот, знаете, немало знаю о рынках, но никогда не обращал внимания на шведский рынок. Теперь как минимум поинтересуется. Америка и не номер 2. Номер 2 Австралия 7,6%. 7,6%. США на третьем месте. В этом исследовании ей приписывают доходность США 6,9% в реальном выражении. Дальше идет Канада с 6,4%. Великобритания с 5,9%. Ирландия с 5,5%. Швейцария с 5% и так далее. То есть Швейцария, Австралия, США, Канада, Великобритания, Ирландия, Швейцария. Такой порядок. Значит, давайте теперь тогда, когда входить, когда выходить. Потому что вот это очень важная информация. Нам надо знать, какие рынки зарекомендовали себя хорошо, чтобы принимать решение, куда вкладываться. Значит, при всем при этом возникает так называемая проблема тайминга, которая касается не только выхода, но и входа. То есть тайминг, это в переводе на русский, это учет завышенности или заниженности рынка в целом или стоимости конкретной бумаги. И вот нужно посмотреть, насколько завышены и занижены эти рынки сейчас, чтобы принимать решение, можно ли в них вкладываться сейчас, если можно, то в какой. И здесь есть такие показатели, которые оценивают эту завышенность. Я назову два распространенных. Один это отношение капитализации фондового рынка к ВВП. Это пресловутая капитализация фондового рынка к ВВП. Стоимость всего рынка к всему ВВП. Да, ни в коем случае нельзя сравнивать разные страны, потому что в Швейцарии он будет очень высоким по сравнению с США. Это понятно почему. Потому что швейцарская биржа в Цюрихе будет котироваться на стле, а в Швейцарии маленький внутренний рынок, который реально оперирует глобально. И, соответственно, все прибыли ее глобальные учитываются в капитализации. А у американских компаний, естественно, большой внутренний рынок, поэтому у них прибыли и зарабатываемые на других рынках меньше. И поэтому объективно этот показатель меньше. То есть нельзя сравнивать страны. Но можно смотреть на него во временной перспективе внутри одной и той же страны. И что мы, например, видим, что сейчас показатель капитализации ВВП Швеции около 120%. Минимальный показатель у Швеции был 63%, максимальный 159%. То есть, если честно, то Швеция, в общем, довольно близко к историческому пику. У Австралии ситуация получше, которая номер 2. У нее 112 текущий показатель. 112%, я в процентах говорю. Нижний пик 94%, а верхний 229%. То есть Австралия близка скорее к нижнему пику, чем к верхнему. Но это, видимо, объясняется тем, Сергей, да, что это сырьевая экономика. Тоже не секрет, что мы тут коллеги Австралии с точки зрения зависимости от экспорта сырья. Вот просто в Австралии другой состав экспорта, но степень зависимости похожа на нашу. Поэтому, может быть, это отголосок пресловутого сырьевого суперцикла. Да, Австралия сейчас дешевая. США, например, на этом мы, в общем, закончим с этим показателем. Это 110%, при том, что верхний пик 150%. То есть, на самом деле, мы далеко не на верхнем пике. Мы где-то, ну, две трети уровня, скажем. То есть, если это перевести на более простой язык, получается, что американский рынок достаточно интересен с точки зрения... У американского рынка показатель чуть... немножечко получше, чем у шведского. Ну, в общем, рынки сейчас высоко. Они, скажем так, выше среднего. Есть второй показатель. Есть второй показатель. По-английски это PE, по-русски это отношение цены к прибыли. То есть, за сколько долларов можно купить единицу прибыли. Многие называют PE просто по латинской транскрипции показателей. Да, он применим к отдельным компаниям, к рынку в целом. Это замечательный показатель. Потому что на него не влияют никакие законодательные изменения. И его можно сравнивать как между странами, так и в исторической перспективе. Хоть 19-й век сравниваете. И кто же у нас лидер получается? Потому что Е, это прибыль после налогов. То есть, как бы ни менялось там законодательство на протяжении 100 лет и налогообложение. Сравнение релевантное. Кто у нас лидер, я сейчас не скажу, но я хочу сказать другое. Значит, я хочу сказать об исследовании Роберта Шиллера. Это последний Нобелевский рурят по экономике. В этом году премию дали нашим, финансистам, тем, кто занимается фондовыми рынками. И один из результатов важных его исследования, это он показал, что чем вы при более высоком показателе ПИИ вкладываетесь, тем ниже ваша будущая доходность. И он также рассчитал этот средний для американского рынка. Так вот, средний Шиллера для американского рынка 14. Для ПИКа великого процветания перед Великой депрессией был охарактерен показатель 30. До конца 99-го года интернет-акций, бум на рынке интернет-акций тоже 30. Сейчас 20 с небольшим. То есть мы отнюдь не на пике. Я перевожу... Это не пузырь, но мы достаточно высоко, мы выше среднего. Переводя на простой язык, это говорит о том, что мы находимся где-то в середине, что потенциал роста, несмотря на исторический максимум по американским индексам, в принципе, имеет место быть. И, соответственно, для консервативного инвестора тот же самый американский рынок, судя по тем цифрам и показателям, которые вы озвучили, выглядит, как ни странно, достаточно привлекательно. Он нормально выглядит, но надо помнить, что свою середину, то есть вот эту историческую среднюю 14, он рано или поздно пройдет. Но это ПИИ, И могут вырасти. То есть он иногда проходит середину не за счет падения цен, а за счет роста прибылей. Наше время стремительно истекает, поэтому я еще раз повторяю, что у нас в эфире была Елена Черкова, доцент высшей школы экономики, в течение пяти лет работала в «Тройке диалог», в течение пяти лет в компании «Деллойд» и два года была сотрудником инвестиционного банка «Ротшильдов» в России. В следующей программе «Револьвер» мы обсудим другие возможности размещения средств частных инвесторов. И, соответственно, призываю слушателей писать на сайт, задавать вопросы. И в зависимости от ваших интересов мы пригласим следующих экспертов для обсуждения задачи инвестирования личных средств. Продолжение следует... Продолжение следует...